доброго времени суток дорогие мои подписчики и гости канала в данный момент у меня образец у меня есть планах связать свитер платочной вязкой значит сейчас остановимся на том как мы будем замерять этот образец для расчета петель переда например или спинки они будут одинаковых размеров значит в данном в данном образце у меня набрано 22 петли я всегда набираю 22 петли меньше не советую то есть меньше это уже будет как бы вы не сможете точно рассчитать по меньшему количеству петель я думаю что минимум это 20 петель должно быть я набираю 22 потому что две кромочные я не буду их принимать в расчеты поскольку это петли которые стоят к нам ребром ребром значит мы не можем рассчитать полноценного их размера и и нет в этом никакой необходимости нам нужно размер только полотна измеряю я посередине это получивите не входят у меня в расчет кромочные петли и здесь и слева не вошло и справа не вошло 15 сантиметров 22 петли 15 сантиметров пока это все что вам нужно для расчета простого изделия как я вам уже сказала что если остановиться на высоте образца то в данном случае у меня 20 рядов и я думаю что меньше тоже никак в расчет принимать не стоит меньше 20 рядов вязать для образца не стоит значит теперь мы я извиняюсь за свой почерк у меня всегда в общем то хромал значит у нас 20 петель мы измеряли только 20 хоть и набрано у меня 22 петли но мы измеряли только 20 20 делим на 15 сантиметров таким образом узнаем сколько у нас петель в одном сантиметре берем калькулятор и размер изделия моего и размер переда и спинки будет по 65 сантиметров то есть мы умножаем еще на 65 значит 20 петель разделить на 15 вот столько петель у нас будет в одном сантиметре и умножаем на 65 размер переда либо спинки получается восемьдесят шесть шестьдесят шесть до восемьдесят шесть округляем большую сторону 67 конечно же я наберу восемьдесят семь петель таким образом для для того чтобы не сбежать связать перед либо спинку я должна набрать на спицы восемьдесят семь петель вот таким образом расчет для простого изделия и только сейчас мы прибавляем 2 кромочных и того я наберу на спицы восемьдесят девять петель и конечно же такой расчет не подойдет хотя вы используете его и этот расчет например для какого-то сложного изделия вот к примеру вот такого изделия вам нужно будет связать образцы для сложной косы для этой сложной косы для каждого для жгутов измерить естественно их вот например размер сложной косы где-то 6 сантиметров жгута примерно 3 сантиметра соответственно 633 и того получается 12 сантиметров у нас уходит вот на этот рисунок 12 13 примерно да так ну 12 с половиной где-то половинку значит я упустил нет я половинку не упустила потому что у меня здесь еще включены изнаночные петли между сложной косой и жгутами поэтому соответственно затем вы знаете что вам например нужно 65 сантиметров для переда либо для спи для переда в данном они конечно рисунок у нас это перед изделия передняя часть изделия значит от 65 вы отнимаете 13 с половиной и остальное у вас уйдет на основной фон например это у меня резинка декоративная в этом случае вы измеряете сколько 65 минус 13 с половиной убираем 65 минус 13 с половиной получается так что ты тут 65 минус 13 с половиной у вас остается пятьдесят один с половиной сантиметр на основной фон который из декоративной резинки делите это на 2 то есть вас право должны набрать вот этой резинки 25 75 соответственно вы вяжете образец и этой резинки и рассчитывайте сколько вам нужно набрать петель вот на такое количество вот на такое количество сантиметров с каждой стороны вот таким образом вот производятся они просто те же самые расчеты только вы будете их еще составлять между собой складывать расчеты кос отдельно расчета основного там рисунка жгутов и так далее вот таким образом в общем то в общем то все просто все просто но основной расчет как я вам и говорила вот вот он основной расчет пожалуйста только вы каждого каждый рисунок измеряете рассчитываете и просто их компонуйте складывайте вместе в полотно то есть это если у вас 65 сантиметров переда передней части изделия то вы просто складываете все составляющие рисунка передней части изделия надеюсь вам это видео было полезным если да ставьте лайки пожалуйста кто не подписан подписывайтесь мой канал вяжем вместе с вами была марина пока пока